Эй, ты! Да-да, ты! Хочешь научиться играть в доту и поднять свой рейтинг? MoreMMR.com Топовые гайды от сильнейших игроков, уникальное видео от известных личностей, постматчевая аналитика ошибок, анализ текущей меты и многое, многое другое! Ну а главное, море халявы! Не просто море, а целый океан, в котором можно утонуть! А еще пять аркан каждую неделю! Может быть ты, будущий Миракл! Пора выйти из тени! И тут врагам главное держать в голове то, что у них очень много этого хила и может просто не хватать урона. Будет казаться, что его сейчас вот-вот хватит, но его будет не хватать. Ну да, им одновременно желательно бить и виспа, чтобы забивать ему фласково, и энчантрас. Ну, бёрст дэмэджа может просто не хватить. Вообще, неплохой пик от Джекернаута и Джекероса против энчи, но когда энча под виспом, и когда у него два раза больше хила, на этой линии, на самом деле, ловить вообще нечего. Нужно брать какого-то героя, который супер рано уходит в лес, может что-то по типу, там, Ликана, Серарблейда. Да, сложно стоять на такой линии. Ну и этот висп, как вы поняли, уже особенный висп. Он играет иногда и на саппортах, иногда на корвиспах, и в сегодняшнем исполнении будет как раз таки корвисп. А Джекернаут зря раскрутился, он забывает о том, что он играет против энчантрас даже под виномом, у Ичи сейчас был АМС-325. Вином у Джекера. Джекернаут без противилки. Слушай, а я курьера, не расконтролил на Джагере, забыл, и вот она курочка. Просто две тычки от энчи, и 175 голды для каждого. На самом деле это очень ощутимо, получить такой обе. Вообще не представляю, как пробить. Вот как пробивать такое энчу? Была, помнишь, как-то мета? Вот чисто этого персонажа, когда ее либо поняли, либо пикали, это было в каждой игре. Ужасное время. С тех пор ненавижу энчу, для Керрича это были просто страшные времена. А вот Джекернаута крутилка имеется, но на ней не хватает просто маны. Они-то, видимо, промониторили, заколили и просто пошли и забрали его. Несмотря на то, что у героя вроде бы как много армора, там под 6 единиц, под вышкой даже 7, 8 точнее. Но все равно, дэмэджа хватает. НЧА больно бьет, Висп тоже разминает неплохо. У Виспа, кстати, уже есть соул ринг. Ну и вообще, почему энчатрес? Наверное, во-первых, потому что большой МС, то есть они будут супермобильными, могут перемещаться по карте, лейнить хорошо. Во-вторых, у энчи хорошая ультимативная способность, которая сильно бустится агоним. Плюс энчатрес имеет за счет Виспа большой атак спид, и ее фиг пробьешь. Вот. И в итоге-то получается, что комбинация очень сильная. Главное, что нужно темп наращивать постоянно. Постоянно убивать врагов, постоянно охотиться за кем-то. Потому что фармить эти двое, ну, в совокупности, не могут. Это не Луна Висп, не Луна... Не Висп, точнее, герокоптеры. Они обычно много фармят, а эти ребятки будут, скорее всего, просто ходить и убивать. Они просто под птички смотрят, скидывается от Джиггернаута пол лица нет. Прилетают очень больно. Казалось бы, вроде с руки не так-то и много, но была попытка. Ну, хочется убить, но МС действительно не хватает. Даже если еще и гернаут купит ботинец. Висп, супер-быстрый герой. Висп всегда может притянуться, у них станов нет, он может всегда притянуться каким-нибудь рипом или к той же инчее улететь. Так они сейчас, что джекера могут затыкать. Неплохо так тачками скидывается, под оверчарджем. Двердыщики еще надо было. Там начальник профтыкала. Если бы она начала бить чуть-чуть раньше, разобрали бы. Ну и 5000 манчей, но не спеет, тоже достойно уважения. Герой не из легких. Герой, которого можно подзадротить и поднимать кучу себе ПТСов. Но этот игрок часто играет, допустим, в пати, тестит различные комбинации. Ну прикинь, когда ты задротишь виспо, еще того старого сложного, очень виспо, а потом его упрощают, и ты такой, чего? Старо играть намного проще, и ты такой, вообще, закрытыми глазами. Ну, тебе, тебе для игроков, которые много играли на мискве, даже на старом, им это на самом деле неощутимо, им вообще плевать. Дровка отлетела. Почему у нас всегда кто-то отлетает? Ага, она быстро вернулась, и забираю здесь джаггернаут. И висп уже распутил, пошли пармить крипов. Кстати, большая пачка крипов здесь у них находится. Висп может сейчас хорошо получить. По поводу виспа и использования его в хороших руках. Есть такой стример, популярный достаточно на хайптс ранге, старый бог. Так вот, этот игрок бустит вплоть до топ-10 на виспе. Представляешься, до топ-10. Я нет, я не представляю. Я как-то попался с ним, у него на аккаунте было 200 матчей, 200 матчей и топ-300. Я не понял, как это, я не стал задавать лишних вопросов. Но и винрейт у него на виспе, он на самом играет на виспе, либо на тени, то есть бустит на таких ромящих саппортов. Вот, ну и на саппорте у него получается очень даже хорошо. На виспе он реально играет очень круто. Надо будет как-нибудь посмотреть. Да, надо будет посмотреть обязательно. Найти игру этого игрока будет сложно, потому что все-таки мейн-аккаунта у него, насколько я знаю, нет, может быть и есть, но играет ли он на нем? То есть нужно будет искать через его твич, может как-то, не знаю, может что-то поделиться в комментариях его играми. Мы обязательно запишем. Три героя здесь прям прилетел. Значит ли это, что они хотят спушить вышку? Значит ли это, что джаггернаут умирает? По жопе прилетает просто. Очень больно. 60 дэмэджа у каждого из героев, просто они скидываются по тычке и героям вот по типу джаггернаута даже больно. Ну и что ты с этим сделаешь? Вот ничего нельзя с этим сделать. Может быть стоит свапать изначально линии и ставить на этот лайн героя, который будет терпеть. Ну, он может просто пофармить лайн, потом идти в лес с замакшенными пеньками. А джаггернаут Он продолжит хп за 6 минут. Ну, висп это силовик. Стоит не забывать, что герою, у которого он мой на трибут сила, он имеет большой прирост силы. Плюс он докупил себе брейсеры, плюс... Да не, это понятно, но ты просто не ожидаешь, что есть висп, ты вроде хочешь его прийти и убить по-быстрому, а у него миллион хп просто. Ты не пробиваешь. Так они сейчас могут Джекки Росо убить. А они это и сделают. Училикные шарики. Да. Ну и фрага анчандрес оставляет. Приятно для висп, я думаю. Можешь себе с базы уже начать покупать. Вообще, можно было не брать себе шлемов Iron Will за 950. Пусть он дает тебе регенный армор, но ты мог заранее принести себе когти и рецепт, чтобы уже не таскать хуру и просто в боковой лавке приобрести рукавицу и там и шлем, который у него уже есть. Я раньше не замечал, но весь так быстро фармит прям сумасой, если можно. Да, когда собирается много пачек и он взрывает просто свои шарики, там прям очень фарм быстро идет. Джеккира опять сейчас умрет. Также они насилуют. Больно, больно, но и вышка падает. Дефолтная ситуация для линии против Enchantress, она очень рано line push. Тем более, эта Enchant еще прокачала себе Enchant, могла бы лесных крипов брать, переманивать, да, душить вышку. Но, не стала этого делать, ну, не важно, в принципе. У Espa армлет уже готов, я думаю, что Куру сейчас в поленую лавку отправит, купит себе рукавицу и пойдет дальше давить. Такого в Espa будет 1600 хп, даже чуть-чуть побольше. И действительно пробить его просто возможности не будет. Еще один момент, который стоит, наверное, упомянуть, в этой игре они играют под дровкой. То есть атакс пейд будет просто колоссальный. Если сейчас уже дается 18 атакс пейда, то минуте на 20-25 будет подсоточку. Может быть, чуть меньше. Халявный мудшард будет залетать от дровки в лайкейме. Привет, Джокерос. Омлет. Под конец чисто на ласхид. Включил его. Да, и что у нас по Динворсу? У Espa все супер хорошо. 4800. Если он сделает сейчас еще один фраг и пойдет немножко пофармить линию по шутиле и джокировал опять смотреть хочет? Что? Знаешь, когда видишь Веспа, он сейчас три раза подряд сдох. Ну, ты знаешь, может быть от безысходности. Тут можно будет забрать, но фокусе от первого, что я тянчу. И на телепорте висп не уйдет. Крамлет? Ну да, ему сбивает. Еще раз играется. Еще раз. Почти. Ааа, если бы он еще раз смог обузнуть, он бы сейчас Клокверка забрал. Да. Смотрите, брейсер. Ну, вот как раз таки та плотность, которой не хватает. Брейсеры дают сопротивление магии, стоит не забывать. Благодаря вот этим атрибутам вообще у брейсера 6 сопротивления магии от каждого. Суммарно получается где-то 10%, 10-15. Вот. И суммарный резист эспа к магии 40%. То есть не 25 дефолтный, а 40. То есть уже поприятнее против Джекироса. Так, летит на ультимейте. Джекир сейчас уже четвертый раз выдает подряд, если не пятый. Оставшиеся пары секунд можно поднять сейчас крипов еще фаргут плюхи залетают в джиггернаут. А так они не крипов пофармили они джиггернаута пофармили. Но у него очень быстро улетало. Книжка забрал себе он уже 8 левел на 11 минуте. И может быть имеется смысл в покупке ботинка? Он хоть тезерится постоянно кончей и он спит виспо полностью зависит от героя на которого ты тезеришься. Но мне кажется что сейчас он будет очень много фармить и будет находиться вдалеке от своих тиммейтов. Кстати вот тут так сделался в этом месте сейчас шарики взорвутся и просто фарм очень быстро вот все что нужно виспо это 5 7 левел тогда леса действительно качается очень быстро раньше была такая мина на виспо когда ты прям со старта выходил в лес получал 3 4 левел и потом уже приходил на линию сейчас конечно в этом смысла немного почему я вот роля не возьмешь себя он до сих пор не вкачал способность эту нет он же на линии зал 1 7 наверное тролль по моему максимально был бы полезен вот просто бежать за кем то сеточка и все допустим тролль сейчас не работает подрезали же роля теперь в эффекте бкб не рутает ну все дополнительный контроль просто у них кроме замедления ничего нет а им по сути ничего больше не нужно висп 9 1 я думаю что он более чем доволен всей этой ситуацией армлет не включает пока что даже когда пушит вышку он делает прийти тартнета на байт врагов если вдруг на него будут нападать то туда подруги да на него нападают бам 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 и армлет ах не забудил позже там было либо сложно да подкок верком фарион еще тебя бьет метафориона залетала на виспе тут ну выжить практически нереально было может быть просто не стоило давить так далеко я думаю что они больше не наступят на те же грабли просто идти вот так вот подражеский тавр ну странно весьма ну и команда кстати тоже неплохо так отыгрывает дровка линия постояла не очень 0 4 у нее счет брк и помогала тоже не очень помогала 0 2 счет но клопа в миде тоже фото ура и дровки хотя бы как-то камбэк нула нишнлайн да и в принципе игру клопа я весь пока что находится в топовых над ворсах кинал то все очень плохо но реально разъем вернаться бурен лакарс арк чит да так так и будет так и должно быть на самом деле фрин должен теревка находиться в топе если сейчас вот инча плюс виска будут делать то же самое и давить просто на эту вышку с давиа тянется и пугну и фурион и джеки роз и снимок локар куда он хоть что-то выслушай какой хороший вар стоит они видят пугну и пугна здесь должна умереть мальчик это скида я просто перебивает хил пугна ой а дастики напряжались ну хватит ли демиджа на последние тычки вылетает фрион просто один удар ему остался если бы ничего не подошла бы это было бы чуть больше дамеджа от ультимативных импетасов она на 50 на 100 где-то больше на дома жила точно ты убили бы и не нужно было близко подходить виспо есть тизер то есть как только тиммейты отойдут на максимально дистанционно а так реально нормальный такой он тренинса и в итоге драка выигрывается враги убили весь пугну в крысу подошла центре хорошая связка позволила позволила сейчас виспо за обузит армлет конечно так спит реально громадный а чего он умер я не обратил внимания я тоже что-то не обратил внимание вообще переносил камеру ну ну ладно даже странно было вроде его не бил никто я даже ну ладно потом пересмотрим очень странно слушай я даже хочу реально пересмотреть этот момент а так все просто да нельзя арбофеном у фариона был что получается армлет блин ну да арбофеном на последнем тике там же третика идет на последнем тике на дамаж три единицы урона или сколько на рейнджах до 3 урона тут просто не повезло да просто ну и если бы он посмотрел бы в статус бар то он увидел буду что не могу финном но в эту же секунду допустим мог поригенить тебя либо армлет который имеет хапориген 5 вот либо персик но в эту секунду тебя ничего не поригенило может быть действительно анлак ну и блатсон следующим артефактом вообще как ты относишься к блатсону в новой мете который не сокращает время респауна дает тебе реген когда нажимаешь его то есть отсутствие суицида он стал просто посильнее ну раньше без пульки бы не собирали его ну сейчас даже не знаю возможно пусть сейчас у тебя блатсон отличный легенд плюс я думаю что он дальше будет собирать артефакты на уплотнение нажимай областном ты будешь себя регенит еще регенит кого-то из тиммейтов это мне кажется круто плюс по монополу у тебя не будет проблем плюс хапориген тоже просто просто элемент для виспо это почему ты это сказал это круто ему прям хорошо заходит ну да шторм конечно теперь страна в отсутствие этого артефакта потому что респаун тайм отсутствует короткие теперь если даже накопил блатсон то будешь сидеть в таверне очень долгое время а героям которым нужно уплотниться просто и в случае чего пожить в файте он мне кажется какому-то лешаку будет хорошо суть лешака в файте это вот долго жить долго стоять долго выжигать способностями недавно я видел его никакого профессионального игрока но как раз таки с бот споном и там его постоянно спасал именно активные эффекты этой шмотки минус гримбрэйшер и не плюс блатстоун и весь плетит сразу на пугну сейчас должно его забирать здесь я это шкриф отдал хорошие таймери смотрится уже то что видишь на первом месте тоже смотрится довольно необычно записывали виспа подобного рода еще вероятность что это был именно этот же игрок по моему всего лишь у одного игрока около 5000 матча я почти уверен что это было действительно очень давно около года назад мы записывали виска давненько танник и резервмлет тоже ну и блатстон потихонечку собираются вот на этой стадии игры уже 70 атак спида у всех рейндж героев которые играют в команде с дровкой а стоит заметить что их всего 5 все герои команды рейдинг получают баф от 3 спала пассивной способности дровки не стали ничего не выдумывают просто это часто так бывает когда пикают дров какого-нибудь пабе и очень часто все начинают просто пикать донеж героев но раньше по крайней мере точно так было когда урон давался всегда приятно играть на герою у которого много дэмджа берешь торма у тебя в принципе хороший магический проказ но теперь но на тот момент еще был урон чисто от руки еще сеток спид герои по типу дай кайфует урона не хватает сеток спидом проблемы вот тебе блатстон просто порегенил причем порегенил очень плотно так враги уверены что они тянут эту драку я что-то не совсем уверен что они выиграют но он очень сильный генец еще 28 из хабаригенов у него 26 почему мы должны отойти вообще неплохо было бы забрать рошана чем быстрее не заберут первого рошана тем быстрее будет рошана с сыром вот только тоже было бы неплохо также напуливает это антрас под дробь антрас виском да у нее всего лишь один реглан гера по сути ничего не нужно включается овершардж который дает 140 атак спида и 75 атак спида идет от дровки то есть больше чем муншард муншард дает 140 как муншард и медалька халявные причем для антрас охватило все-таки демиже ну очень в долгом контроле простояла антрас но она не статова если посудить 1200 хп это не так уж много обычно антрас покупают брассер возьмут худ возьмут против героев худ барабаны раньше сейчас брали барабаны когда они собирались сбросить ранее вообще тебе больше что-то удавали нежели сейчас из корона за 450 но и виск выходит в холил локет кто не знает артефакт тоже очень хороший за свои деньги он стоит недорого сейчас точнее сколько 2700 по сути недалеко не самый дорогой артефакт но при этом у тебя становится больше маны больше хапоригена плюс пассивный эффект на 15 процентов на 25 процентов увеличивает лечение и восстановление здоровья то есть если ты хилишь себя то у тебя пассивный хапориген 100 то будет 125 с полю локетом если ты выхиливаешь тиммейта то он получает не 100 а 125 то есть на 25 процентов если ты нажимаешь меку то на регене тебе не 250 ну а соответственно еще больше на 25 процентов помимо этого у тебя еще есть пассивный эффект в виде сопротивления к магии дополнительного 15 процентов потому что из клаки собирается этот артефакт то есть в этой игре мне кажется как нельзя кстати и вот если он соберет тараску там же вообще сумасшедших апориген будет представить его будет очень сложно пробивать сатаник тоже он собирал в прошлом ролике я помню но я думаю что все будет по дефолту да не думаю я знаю все поздновато начал отходить мне кажется он мог понять заранее даже шарики разбиваются а браж скинь героев и стрельфануться просто назад но при этом ему нужно было бы сразу попросить кого-то из тимитов телепортироваться вон на тизере после того как спадет орчит прилетел ну и полилокет готов вообще этот артефакт редко вижу на вообще всех персонажах доте в пабах почему-то его игнорируют хотя на героях по типу тимбера мне кажется зайдет этот айтем очень круто старый бог собирается на виспе он тоже ходилокет если у него прям все хорошо им нужно сделать так чтобы этот артефакт можно было грейдить во что-то потому что он вот такой он получается промежуточным эти просто банально слотов не хватает и приходится его потом продавать очень быстро вот если сделают вот так чтобы во что-то более мощное можно будет грейдить тогда этот артефакт будет покупать очень часто ну возможно возможно так не будет прилетел висп с сумасшедшим хилом и вот это так спит просто что радуги такие залетают врагов надо это конечно оставляет энчандры сам телепортируется и будет фармить себе все-таки тараско сейчас у него хапориген 42 с половиной единицы это пассивный хапориген он стоит не забывать то есть почти под полтинник он просто лениться пока его кто-то бьет и это надо заметить уже приятно почти 20 лев что он по талантам себе взял давай посмотрим 45 к урону кстати очень интересный талант на то чтобы вносить как раз так кучу дамеджа проигнорировал талант на экспириенс но в этом случае это можно сделать увидим что по экспириуму все хорошо книжки забирался постоянно но и он не дает бонус от аганима вот это рановатое решение потому что аганим здесь подходит всем но это жаднее швиц исключительно себя одевает как мы поняли уже но для анчанрос конечно гоним да для увеличения просто офигенный артефакт для дровки может быть еще так себе но для всех остальных круто же но анчанрос саппорт и винрэнджер саппорт ну не знаю я купаю супер далеко на блинке этот просто это кор висп но все равно в обычной игре всегда берут как раз таки аганим и берут испармин персонажей которые могут использовать дополнительный аганим халявный вот мы на 20 левеле он взял себе 16 здоровья в секунду вместо золота то есть золотом у него проблем нет и сейчас у него уже почти 60 коллеген в секунду но это уже реально много он может просто не выключать армлет включить его и бегать драться сожидан все четыре здоровья в секунду отнимает армлет гернал попадает в неприятную ситуацию в таверну на 50 секунд целых можно спушивать тавер никто мешать не будет там даже тычка ничего не успел отлететь на дизе собер спину нормально у них скорость передвижения почти под 500 нынче могла еще барабаны заражить и ульчик купить все-таки решила в пику выйти тоже хороший артефакт на ничем реально очень большие точки да немножко они стали как нагло как раз под клопер он и ворвался очередная офигенная связка от верки просто меняет ситуацию по ощущениям они вообще не могли заберстить никак все триггер ворвался вроде бы что-то можно было придумать надежда была и надежда тут же вырочка убила хорошие связки молодец интересный счет у тиммейтов спа дровка 05 не смогли органов 4 дефолт у нас играли джаггернаута он как почти нанес хотя бы чуть-чуть урона помпощением часу тима джаггернаута он просто регенел забавно было весьма я вот таки делал и гоносик выяснили ну да но это и выглядел обременно ну и заканчивает в трон я так понимаю враги либо ждут пока рестница пугна диггернаут либо уже афк стоят непонятно но если они сейчас база выйдут то они тут же должны поумирать потому что тут же замедление тут же связка прилетит дровка подзамедлит вроде как выходят начинает прицепенно выходить к тому времени как рестница пугна неплохой такой прокаст джеки роса который цепляет блок ну он хотя бы зафокусил потянул время и он умер будучи с байбеком байбек и тут же джеки рнаут можно будет раскрутиться на джагере но что-то джеки нам все его игра закончила аромлет нажимать блатстон был смотри 25% больше и заходил логи это стоит не забывать аромлет бы стоит включить под пугну не забудешь конечно под ее ультимейт может быть можно но я очень сильно сомневаюсь единственный варик кстати как можно супер круто обузит аромлет как мне кажется даже под способностями которые вот постоянно наносит урон прям непрерывный дэмэдж вот по типу ультимейт пугны это таскать с собой стики если у вас будет зарядов 20 стиков ну даже не 20 может быть 15 выключаете аромлет и тут же нажимаете стики то есть у вас выключенный аромлет вы прожимаете стики у вас становится примерно 100-150 включайте аромлет заново пара раз мне это жизнь спасала но не знаю сработает ли это с пугной мне кажется что может под ультимейтом третьего уровня не знаю ну там может быть у виспа все равно большой резис то есть может там не такое большое количество урона залетит вообще да протестите в лобе кстати обязательно напишите в комментах можно ли как-то под пугной арулетом поиграться под пугной ну естественно с бкбшкой можно это не ну это это понятно хотя это тоже могли написать такая ради рофла слушай а какие вообще те герои под виспом нравятся вот самые лучшие в твоем видении этого персонажа висп плюс кто наверное хускар не знаю хускар наверное висп плюс хускар кстати я даже не подумал ну да в теории сильный огоним в принципе мощный постоянный подсейв сейчас самое популярное это лунный гирокоптер а кстати вы можете свои варианты написать в комментариях с каким героем вот вы скобедировали своего виспа офигенно записывали с тобой несколько раз если старт не пошел то минус два героя в команде которые ничего сделать не могут но если старт игры зашел то главное понимать как играть и на пудже и на виспе тогда в принципе вас почти в любой игре есть чем заняться меня эти линии в общем напишите комменты с каким героем вы комментируете своего виспа или наоборот какого героя вы пикаете под виспом я вот в последнее время люблю играть на макаке под виспом я всегда люблю играть на макаке как говорю в каждом ролике под виспом неважно да да тем не менее под виспом ты сбыл фьюри допустим очень быстро полюсосишь карту у себя всегда если так спит куча хп и тебя фиг пробьешь жалко что огонь и монет рамка когда наконец-то блин ведут огонь на всех оставшихся героев да лучше из патч выпускаю лучше погони мы всем доделали нормально ну да пусть если этот аганим даже не будет супер юзабельным его не купишь в обычной игре где ты хочешь победить заплатить поднять себе птс но блин банально просто подогреть интерес а вот затория контент какой-то ввести в доту кстати сколько героев еще безогонима мне кажется достаточно много знаешь мне кажется мне кажется что мне кажется что баллы вообще могли бы патчу не выпускать а просто постоянно переделывать всем аганимы то есть новое это всем новый эффект аганимов ну это знаешь уже напоминало не такую игру которая склоняется киберспортивной дисциплине а уже игру чисто ради фана может быть это и будут делать но немножко попозже когда тут умрёт умная начнёт убирать начнёт убирать да тогда может быть и будут это делать ну а так нужно менять героев нужно менять мету только из аганимов мета не меняется к сожалению зависит от того что даёт аганим не понятно если он будет какой-то чересчур имбалансный то почему бы не собрать какие герои кстати в дуде есть которым можно собирать аганим вот прям первым артефактам первым первым артефактами естественно после разгоночных стеков ботинка там нуликов в рейсблэндов брайсеров после таких айтемов первым этому не знаю хускар я видел например шейкера на прошедших турнирах он покупался аганим на профессиональных на профессиональной сцене не помню на каком-то но допустим ему раше часто видел аганим первым айтемом на зевси собирали арканцы собирали аганим потому что слишком хорошо все было в игре да и в пабах такое часто будет кто еще есть кому бы аганим супер хорошо зашел первым поэтому ну видел игроков по типу папани папича который сеновер кирошел когда ему линка не нужна была он все просто аганим делал да и все ну наверное больше это и героев нет может и есть просто так сразу в голову ну да да хрен знает кстати виверу можно было бы собирать аганим после ботинка ну и виверу четверки естественно то есть если у врагов какой-то магнус воет не знаю вашего кора хотят зафокусить вы просто вивером тайглапс нажимаете сэйвите его такое тоже практиковали на профессиональной сцене часто там кстати дракам начинается на центральной линии под вражеским т3 но здесь слишком далеко вот из-за таких моментов ботинок был бы очень неплох когда ты делишься герою тебе не хватает золотов ты можешь просто перекладывать ботинок в бэкпэк и тот же брейсер ложить в инвентарь а когда подфармливаешь бегаешь по линиям сам без поддержки стори гена как тебе такое стори гена это включенный тараска 523 ну давайте не может можно под фонтан наверное поить 5000 хп да можно если ему сбивать не будут тарас потом он еще с регенем даже будучи фуловом если у него фулл хп а у твоего тиммейта не фулл хп то он все равно будет регенеть мячандра с тем же успехом так а что ты не идешь нынче на фонтан ну потому что виспан наверное билл можешь себе просто гост купить демиджи не хватит он тоже хочет бить и так попытка боится не настреливают неплохо да вижн пустаны пропадали если враги не будут бить все пошла наконец-то там дораст он нажимает еще блок стонбитер есть цепаль тараска сбита но блок стонбл он заходит просто на фонтан он порегенил тут же и ничего на фулы переагрить на фонтан переагривает и слушай просто стоят и душат вот так кстати сейчас фонтан сбивает эффект тараска не будет регенеть если фонтан бьет игра закончилась amazing amazing with gameplay в конце пишет clockwork да спасибо всем за просмотр всем пока